Привет! Вы на канале с обзором книг платформы Литмаркет и сегодня я поделюсь с вами личным мнением о прочитанном. Ну что, поехали? Книга опубликована на сайте Литмаркет в марте 2021 года. Повествование ведется от первого лица и знакомит нас с Амидерой, дочерью князя Потавы, Рагангом, князем Кроуге, его другом Келдриком и многими другими. Мы наблюдаем за тем, как Амидера знакомится со своим будущим мужем, какие клятвы они дают друг другу, как они находят пути друг к другу и как между ними зарождается чувство любви. И все это на фоне того, что Амидера исследует свои способности, которые ее отец подавлял. Ну и также нам постепенно по кусочкам открывается большая картина, дающая намек на то, что роль Амидеры в данной истории еще не закончена. История начинается с того, что нам ясно дается понять, мир таким, каким знали его герои, изменился до неузнаваемости. Небольшие отрывки воспоминаний героини показывают нам моменты, которые произошли, которые привели ее к данной точке. Ну и далее мы видим, а с чего вообще все начиналось. Главную интригу произведения я бы выразила одной фразой. Ветер перемен может падуть неожиданно. Потому что именно неожиданная новость заставляет Амидеру сбежать из княжества отца. Неожиданная находка заставляет князя Кроуги Раганга принять в свое общество сбежавшую Амидеру. И можно сказать, что неожиданное открытие помогает князю Кроуги дать Амидере возможность на то, чтобы она узнала свои способности, на то, чтобы она их научилась развивать, понимать и могла бы в итоге себя назвать магом. Ведь по сути своей, если так разбираться, это одно из ее желаний. Ну, точнее, это самое главное ее желание, то есть быть независимой. Ну и, понятное дело, что заниматься магией. Поскольку это часть ее, часть, которую всю ее сознательную жизнь отец подавлял и делал все возможное, чтобы никто, то есть, об этом не узнал. И в некотором плане можно сказать, что его действия в некотором плане сыграли Амидере именно на руку. Но это если отходить немножечко назад, на пару шагов, и пытаться взглянуть на картину в целом. Правда, это можно сделать только после того, как прочитаете последнюю строчку. Ведь по сути своей, картина оказалась намного больше, чем представлялась сначала. Мне на самом деле очень понравились все герои. И Рагонг интересный, и Амидера также очень интересный. То есть, каждый из них развивается по-своему. То есть, они находят дороги друг к другу. И можно увидеть, как возникают эти чувства, как возникает притяжение, как они становятся ближе друг к другу. И это действительно здорово и замечательно, и следить за этим интересно. Но моими любимчиками стали Келдрик и Тарая. Мне очень понравилась история того, как они познакомились. То есть, мне вообще понравились оба эти персонажа. То есть, что из себя представляет Келдрик, и что из себя представляет Тарая. И мне было очень интересно наблюдать за тем, как спрятаны разнообразные намёки на то, как они относятся друг к другу. Что Тарая испытывает Келдрику, как он реагирует, как он себя ведёт, что он говорит, вообще какие у них, скажем так, открытые взаимоотношения, то есть, как они вообще ведут диалоги, как они разговаривают. И в то же самое время, то есть, есть там один момент, который лично мне очень ясно показал, как Тарая относится к нему, то есть, что он для неё значит. И с одной стороны, это может показаться такой достаточно двоякой ситуацией, когда вроде и отрицательные эмоции есть, и для них есть причина, и в то же самое время, то есть, есть причины и для положительных эмоций, но понять, что именно испытывает она к нему без её личных слов, ну, может оказаться немного сложным. И, если честно, я очень надеюсь, что в продолжении, я думаю, надеюсь, что будет и вторая часть, в которую можно будет больше узнать о взаимоотношениях между Келдриком и Тараей. То есть, эта любовная линия мне вот прям очень интересно, то есть, вообще, она разобьётся в эту любовную линию, или она не разобьётся в эту любовную линию, или, может быть, их там ждёт что-то намного интереснее, может быть, они станут там верными друзьями, которые готовы помочь друг другу, но не готовы признать там свои чувства, а потому их постоянно сопровождают там какие-то взгляды, какие-то намёки, невысказанные слова, или же они в какой-то... или же произойдёт какое-то событие, которое изменит всё в их отношениях. Причём это может произойти как в положительную, так и в отрицательную сторону. Если в положительную сторону, то это понятное дело, что в любовь морков сплошные помидоры, типа, я спасу тебя, моя любовь, ах, спаси меня, моя любовь! Извините, небольшое отступление. Ну, или вариант, что они действительно станут именно врагами. Ну, и опять-таки, если они станут врагами, то это будет в любом случае очень интересная ситуация, поскольку их связывает между собой история, их связывают между собой определённые события, то есть их связывает между собой некая тайна. И то есть если они станут врагами, то выйдет ситуация ещё интереснее, чем если они станут любовниками. Тогда получается, что в нынешнюю ситуацию, когда вроде как бы и есть это какое-то некое притяжение, и в то же самое время, то есть его вроде бы и нет для всех окружающих, могут примешаться и действительно сильные негативные эмоции и, возможно, причины, почему они встали по разные стороны берегов. Что мне ещё понравилось в данной истории, это то, как постепенно нарастал масштаб ситуации. То есть с самого начала нам даётся понять ситуацию Амидеры. У неё есть одно желание, то есть выучиться магии и уметь её использовать и применять, и чувствовать себя свободной, не скованной, способной на всё, что она захочет. И в то же самое время шаг за шагом нам показывается, что происходят некоторые события, пропажа людей с определёнными качествами, и это наталкивает на мысль о том, что где-то за кулисами происходит какая-то большая игра, о которой мы на данный момент ещё не знаем. И шаг за шагом нам раскрываются определённые детали, которые мы можем попытаться сложить там в некую общую картину, правильно или нет, то есть кто-то покажет там дальнейшие произведения. И мы видим, как значимость Амидеры действительно именно вырастает. Ведь в самом начале лично мне показалось, что это просто сбежавшая княжна, у которой есть свои цели, у которой есть свои причины, чтобы не быть дома, чтобы не делать то, что от неё хочет отец, и которая ищет свою дорогу в жизни. Но разбросанные везде кусочки реально намекают на то, что некая неизвестная группа нуждается именно в Амидере. И не только из-за этого растёт её значимость, но и благодаря князю Кроуге, который даёт ей возможность реализовать свои мечты и сделать как можно больше именно для себя, именно то, что хочет она. В этом плане я, конечно, могу сказать, что князь Кроуге, враг он прям, ну, заслужил моё уважение именно за счёт того, как он относился к Амидере и что он делал для своего княжества. О финале истории я много разглагольствовать не буду, потому что, во-первых, как бы, ну, чтобы его оценить, до него нужно дойти. Но лично мне очень понравилась эта игра и этот момент с, скажем так, игроком за полем и то, как была разыграна ситуация отсутствия магии у оборотней. На мой взгляд, это очень интересно и действительно хочется узнать, а что же было дальше. В общем, можно сказать, что автор старательно прописал мир и героев его населяющих, следуя подставленным рамкам. О минусах мне, как обычно, просто, ну, нечего сказать. Да, я согласна, я на них не заморачиваюсь. Если вы захотите найти какие-либо-то минусы, прочитайте книгу, действительно ищите, заморачивайтесь. Но лично, на мой взгляд, оно того не стоит. Хотя бы потому, что книга разнообразная. В ней, как бы, с одной стороны, может показаться, что в ней понапихано всего, чего только. Но, на мой взгляд, она по-своему сбалансирована. То есть, есть упоминания о разнообразных расах. Есть несколько представителей, то есть, этих разнообразных рас. Через этих представителей мы видим то, как живут, что из себя представляют эти расы, то есть, их представители, то есть, эти персонажи. То есть, мы постепенно узнаём чуть больше о мире. Мы узнаём о княжествах людей, то есть, в каком состоянии находится каждая из княжеств, то есть, где какие люди примерно живут, какие есть традиции. Плюс ко всему, то есть, мы узнаём больше о том, какая магия в этом мире, то есть, на чём она базируется, старые истории, то есть, старые легенды, которые тесно связаны с этим миром. И на всё находится время и своё место. Так что, если для кого-то такое многообразие и разнообразие является минусом, то окей, оно здесь есть. И любовная линия есть, и для сражений тоже место найдётся. Так что, читать или нет, искать или нет, минусы, в любом случае, выбор за вами. Но, если вы уже читали данное произведение, ибо вам есть что добавить, то есть, помимо того, что уже сказала я, оставляйте своё мнение внизу в комментариях. Думаю, мне и другим читателям будет интересно узнать и вашу точку зрения. Как я уже сказала, выбор в любом случае будет за вами. Но я бы посоветовала прочитать данное произведение хотя бы потому, что, на мой взгляд, ну, я подозреваю, что не только на мой взгляд, это очень хороший представитель жанра фэнтези. Здесь есть место и для приключений, и для любовной линии, и для того, чтобы рассказать о мире, то есть, примерно, как он устроен, кто живёт в этом мире, где они живут, какие есть обычаи, какие есть истории, то есть, там, легенды. Понятное дело, что если большой мир, то всё-всё-всё в одну книгу не запихнуть. То есть, нужно какое-то определённое количество, то есть, там, три-пять в зависимости от самого мира и от целей, скажем так, героев и злодеев. Сколько их будет в данной серии, я, если честно, не знаю, и если я правильно понимаю, то то, с чего начинается первая книга, это ещё далеко не конец. Хотя, то есть, та ситуация и даёт нам ясно понять, что произошли некие события, которые действительно изменили облик этого мира, и ситуация изменилась далеко не в лучшую сторону. Если вам понравился обзор на данное произведение, переходите по ссылке в описании. Если вдруг вас нет на Литмаркете, регистрируйтесь и читайте интересную историю Дарк Роуги Анны Пушкиной. Главное, не забудьте поблагодарить автора за его труд. Если вы напишите хотя бы простое спасибо, плюсик в карму вам гарантирован. Ставьте видео палец вверх и не забудьте подписаться на канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры, которые выходят каждую неделю. Благодарю за просмотр. И помните, если книга идёт с пометкой «Самоздат», это ещё не значит, что она плохо написана. До новых встреч! 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 Продолжение следует...